Всем привет, всем доброе утро. Мы сейчас едем гулять, едем осматривать Минск, посмотрим центр города с достопримечательностями, которые там есть. Если времени хватит, то посмотрим еще что-нибудь. У нас там на примете есть несколько мест, если попадем туда. Поехали, наверное, на машине доедем до центра или около центра, если там есть где припарковаться. Вот, посмотрим. И в идеале поставим машину, а дальше пешком. А вот, похоже, техника. Нет, это перекрытие. Просто перекрыли, да? А вон там он за машиной. Сейчас она уедет и будет видно. Препарат или что-то. Давай, наверное, так же уходим направо и где-нибудь там парковочку поищем. В общем, мы покатались, мы посмотрели центр и вернулись в гостиницу, да, потому что там невозможно встать. Там есть где кататься, там можно везде проехать, там мало машин, там нет пробок. Но встать, встать просто некое. То есть, если уметь пользоваться платной парковкой, то не вопрос. В принципе, есть где встать. Мы даже встали. Но мы не смогли парковку оплатить. Во-первых, не поняли, сколько. А во-вторых, у нас с собой не было новички. Сейчас приехали домой. Вызовем такси, пойдем гулять, как нормальные люди. Как туристов. Да, туда, куда хочется. И не заморачиваясь машиной. Все, мы это мы хорошая новость. У них работает Яндекс.Такси. Поэтому мы сейчас вызвали. Приедет токсишечка. И поедем гулять. Арт, скажите, пожалуйста, сколько у вас стоит парковка в центре? Потому что мы сейчас туда ездили на машине, прокрутились там минут 30. Так и не смогли нормально припарковаться нигде. Вы знаете, вроде как выходные дни бесплатные. Где моя? Бесплатные и после 6 вечера тоже бесплатные. Понятно. Мы даже встали куда-то там чуть подальше. Октябрьский нам на парковку наплатную. Пошли к паркомату. Все. Даже номер умудрились иметь. И нигде не написано, сколько стоит. И прям покрутились, покрутились. Еще поискали парковочки бесплатные. Плюнули и решили, что мы машину бросим здесь. И поедем на такси гулять. Ну да, в принципе, это оптимально. Можно певца выпить там. О, сего, блин. Машина сейчас дала проблему припарковаться. Особенно в центре. Ну вот мы, собственно говоря, в самом центре и пытались прокататься. А как после салюта обычно там сильный дефицит такси сможешь вызвать? Вы знаете, в прошлом году я сам добирался на такси. И это было сложно. Это было очень сложно. Почему? Потому что очень много людей. И все, кто куда. Но в принципе завтра выходной день может быть нормально. Я думаю, что мы просто пойдем потом погуляем после салюта. И кинем там через полчаса, через час в музей. Ну, потому что мы сейчас в принципе пришли. Ну да. Я так и лил. А подскажите, пожалуйста, еще. Мы нашли вот, ну так, по интернету, шесть площадок, откуда будет стрелять. Вот основные там парки Дурькова, Стелла. Вот здесь, с этого сводохранилища. Где лучше, вот, посмотрите? Ну, лучше на Немиге все. Там где вот Стелла, вот, не Стелла. Ну да, не Стелла. Вот. Там где музей. Вот этот вот где музей. А мы, по-моему, его сейчас даже проезжать будем. Да, да, да. Вот там как бы основная посчитается площадка. Немига там основная, все гуляния. Весь там народ крутится. Окей. Ну, тоже там с местами бывают проблемы, смотря как. Хотя сегодня уже только нет, не очень бывает для людей. Завтра темно на работу будем. А завтра рабочий день? Да, а завтра, завтра, его рабочий день. Интересно, приехали. Палац Республики. Нам попался, как хорошо, дядька таксистка. Да. Как ты сказал. Точно, полная экскурсия практически. Что, я не перевожу? А вы? Ну, ничего, смотри. Мы уже сейчас с тобой либо прям по экскурсии пойти, либо прогуляться. Пока просто прогуляться? Да. Потом прийти сюда, у нас будет как раз часа полтора. Давай. Потом пойти на пол, где народ там ел-ел-гулял. Ну, и там, видимо, потусуемся где-то, и часам в 10 выйдем с Дели и вот в парку дальше. Да, пошли. Я так понимаю, что, по-моему, никто в городе не знает, откуда конкретно будут стрелять. Ну, как и у нас. Ну, как это? Ну, как, очень просто. Если у тебя спросят, откуда, салют лучше посмотреть. Ну. Ну. Ты будешь говорить про поклонку? Ну, да, я даже знаю, откуда стреляют. То есть ты заранее людей туда, вот, как это сказать, откуда не выйдешь потом, да? Причем лучше за сутки туда заходить. А потом выходить через сутки, да? Мне кажется, это вообще понравилось. Ну, говорит, там с местами могут быть проблемы около Стеллы. Потом объяснять человеку, что когда 2 миллиона человек на поклонной горе смотрят салют, вот это проблемы с местами. Ну, ладно. Не, вот так вот просто у нас тоже, насколько не скажешь. Точно, это было бессмертным полкодукой, это график. Да, но уже разошлись. Ну, и ладно. Зашли в парк погулять, а тут памятник чей-то. Чей памятник, интересно? О, мостовая. Сколько лет, интересно, ей? Или это уже переложено? Ну, мне кажется, она не то, что небрежно положена. Ну, это все-таки парк, здесь земля. 2-3 дождя, 2-3 года она вот такой становится. Либо ее, как у нас в Москве, перекладывать каждые полгода плитку. Так это не плитка, это мостовая. Ну, я не знаю, мостовая, да, хорошо. Это прям камень. Вот я и думаю, интересно, это старое все или это уже переложенное? Просто интересно. Так, а вон табличка. Янка Купала. Такие глыбы. Фонтаны уже работают, а у нас работают, запустили? На майский. Да, тоже? Причем на 1-й, 2-й их продувают, а на 9-й запускают всегда. Потому что вот эти красные фонтаны на поклонке всегда работают 9-го мая. Там их, по-моему, ой, дай бог памяти. Могу ошибиться, по-моему, 101 фонтан в честь какого-то количества полков. Но могу ошибаться, очень давно мне эту историю радовала. Подвиг народа бессмертен. На дома. Сзади. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Пойдем посмотрим на центральный детский парк. Парк Горького. Вот где весь народ оказывается. Куда пойдем? Куда пойдем? По латочкам. Пойдем? Посмотрим, пойдем. Антон, у меня жена говорит, что мне есть, мне нужно. Неправда, жена тебе этого не говорит. Ты думаешь, что опять? Она просто тебя куском побрегает, и все. Позвольте тебе. Мы вернулись к нулевому километру Белоруссии. До Москвы 700 километров. До Могилева 199. До Санкт-Петербурга 907. Ух ты, тут много чего написано-то. До Вицепска 272. До Риги 474. До Вильнюса 185. Всего лишь шли с Димкой до дома Ваньковичей. Скульптура установлена во дворе. Сохранился только дом и усадьба. Ой, только дом и флигель. Че, пойдем? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Молодежь здесь тусуется. Я не знаю, почему сейчас не тусуются, потому что, может быть, все на фейерверк ходили, фиг его знает, но самый смысл. Жалко, что темно, я говорю. Нет, ну слушай, виды, всю граффити-то видно. Но все равно, как при свете было бы лучше видно, и так по приколу смотреть. Хотя вот это все было промзоной, здесь вообще никакого удвижника, у меня раньше ничего не было. Стоп, буквально тоже года два, наверное. Андеграундный райончик. Да, да, да. Ну, я говорю, забегал, но вот с этой стороны он тоже все поразрисовывает. Здесь вот молодежь любит потусоваться. Я думаю, нет, они сейчас все в центре просто. А это место далеко от центра? Нет, совсем рядышком. Какие-то еще разные. Что-то работает, что-то закрывается, да. Ну, я говорю, здесь молодежь вот тусуется, здесь вообще.